С минуты на минуту начнется урок истории. Не люблю опаздывать. Здравствуйте! 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 Ну что, ребята, начинаем наш урок истории, нашу историческую велоэкскурсию. Мы находимся в парке Лосева, который заложили в 30-х годах 20-го века прадеды ханты-мансийцев. Ребятишки, а вы знаете, почему парк называется парком Бориса Лосева? Потому что там были лоси. Хорошая версия. А ты, Настенька, как думаешь? Скажи, и не одни лоси, а много лосей. Много лосей. Много лосей. Нет, мои хорошие. Этот парк называется «В честь мальчика». Этого мальчику, Борису Лосеву, было 15 лет. Этот мальчик был из большой тоже семьи. У него семья была многодетная. И он, когда хотел предупредить красноармейцев о приближающейся опасности, поехал из поселка Цингалы в Реппалово. И белогвардейцы его схватили, и они его пытали, и они его убили. Но он не предал своих друзей, он никого не выдал. И он умер как герой за то дело, в которое он верил. Исторические события, которые дали название этому парку, можно трактовать по-разному в нынешнее время. Но мы знаем, что это история о верности. О верности к своим товарищам, о долге, о чести. Ну что, поехали дальше? Поехали. А вот это место очень обожает наши дети. Это же наш знаменитый мамонтенок. Ну, залезай прям так. О, я сижу. Аня, это действительно ваше самое любимое место? Почему? Это же просто какой-то мам. Да ты что, это память о нашем детстве. Мамонтенок символизирует доброту, семью и, конечно же, любовь к нашей маме. Докажите это. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама с собой нас. Непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, Чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, Чтоб были потеряны дети. Тетя Марина, а действительно то, что мультфильм про мамонтенка ваш самый любимый? Ну, он добрый мультфильм. Как его можно не любить? Конечно, мы его любим. Ну, у нас и много, как бы, каких-то таких мультиков, которые, как бы, ну, наверное, немножко близки нашей семье. Вот там, например, коза и семеро козлят, Белоснежка и семь гномов, Спящая царевна и семь богатырей. В общем, у нас семеро жеребятишек. Потому для наших детей так очень символично. И они прям так, ну, любят, когда это так. Мама, мама смотрит про тебя, мама, это про тебя. Ну, и у меня и Маша и Медведь очень мультик любят. У нас вот эта вот Маша, она говорит, а ты, мама, Медведь, ты вообще терпишь? А почему мы остановились именно здесь? Ну, потому что это место очень символично для нашей велосемьи. Мы здесь всегда здороваемся с этим прекрасным другом-велосипедистом. Привет, друг! Привет! Ребята, на гранитной скале расположены фигуры животных. Ну-ка, давайте по памяти перечислим, которые здесь есть, которые вы видите, которые там нам не видны. Стерхи. Стерхи такие журавли. Северные. Кабанчик. Волки. Белка. Рыба. Медведь. Ось. Бобр. Олени, 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 северные. Вот все мы знаем, мама все знает. Белка. Заменитый каскад фонтанов рыбы. Здесь рыбы, которые водятся в Буртюше и Эби. Это моя семья. Семь моих маленьких я. И каждый день, как урок. Урок семья ведения. Уроки любви, веры и надежды нам дала наша старшая дочь Вероника. Она нас сплотила и стала нашей путеводной звездой. Это был урок стойкости духа и урок веры в себя. И еще дочка научила нас всех не бояться жить, следуя своей мечте. Егорушка мог бы быть моим сыном и сейчас в младенчество. Я увидела статью в газете про малышей, которым нужна мама. И очень хотела усыновить мальчика. Но не получилось. И только через 16 лет Егор попал в нашу семью. Бог его привел. Только так можно это расценить. Это тоже жизненный урок. Вера в Божий промысел. Ведь за эти годы мы стали мудрее. И справились с приемным родительством. Анечка, наш командир, наш организатор. Смелая, сильная, волевая. Всегда стремящаяся помочь ближнему. Это наш верный помощник, наш учитель. Наш подарок судьбы. Сашенька у нас миротворец. Он наш юморист. Светлый, открытый, порядочный мальчишка. Еще его сильнее всех любят наши кошки и собаки. Дениска у нас умнюшкин. И еще он наш семейный финансовый аналитик. Младшая Степушка и Настенька. Наши огонечки. С ними мы долго не состаримся. Наша бабушка всегда говорила, что детей легче воспитывать парами. И в этом мы с ней согласны. Человеку надо мало. Чтоб топинка вдаль вела. Чтоб жила на свете мама. Сколько нужно ей жила. Наша мама солнышко. Я благодарна моему мужу за всех моих детей. Им есть на кого равняться. У него большое горячее сердце. Очень интересный, талантливый, идейный. Он и доброволец волонтер, и руководитель, и путешественник, и спортсмен, писатель. Умнейший человек и трудяга. Дети гордятся, что папа – автор наших знаменитых игорских шахмат и социально-экономических игр. Мы помним и чтим свои корни. Мой прадед Иван Степанович Садовщиков – четырежды Георгиевский кавалер. У меня хранится бабушкина медаль материнства и дедушкина медаль за победу. Роспись нашего деда есть на Вейхстаге. А другой дедушка моих детей был военным летчиком и тренировался в одном отряде с Юрием Гагариным. Это наши семейные истории. Дети любят их слушать даже больше, чем сказки. Я учу их гордиться своими корнями. Хотелось бы, чтобы мои дети в свои семьи взяли нашу традицию – проводить уроки истории на улицах. Ведь это очень интересно. Честь кого назвали парк? Чье имя носит улица? Почему школе дали имя героя? Надо отправлять маленьких краеведов на улице, на велосипедах. В чем же секрет семейного счастья? Расскажите, пожалуйста. Мне кажется, что секрет вообще любого счастья, не только семейного, это не бояться жить по своей мечте. Идти к своей мечте. И знать, что... Да, достичь ее. И знать, что если ты не выполнил свое предназначение, то твоя жизнь, она не будет наполнена. В семье она или не в семье. Поэтому мне кажется, что самое главное – иметь мечту и идти к этой мечте. Ну, я соглашусь. Дополню, что это, конечно, доверие и взаимопомощь. Ну, и любовь к вот этим вот карапузам, которые становятся уже не карапузами. Но все равно любовь. Секрет семейного счастья – это семеро детей, как у мамы с папой. Восемь. Девять. И десять. Девять. Ну, а ты что скажешь – самое главное в этой семье? М-м-м. Какое твое самое большое счастье? Что бы ты хотел? О чем ты мечтаешь? Завести много собак и за ними ухаживать. Следующий урок проведу я. А что, хорошая идея – проводить уроки истории на улицах своего города. У нас тоже многодетная семья. У меня есть старшая сиська Алина и младший брат Тимур. Я думаю, такие уроки им точно понравятся. Субтитры подогнал «Симон»!